И разъехались на перекрестке улиц Сейфулина и Аман-Ельды, столкнулись джип и легковушка. Пострадали два человека. 24 часа в сутки в Балхаше начнут работать ночные суды. В вечернее время с 18.30 до 22 часов без отрыва от рабочего времени. Спортивный подарок в микрорайоне Конрад появились универсальный корт и уличные тренажеры. На пересечении улиц Сейфулина и Аман-Ельды столкнулись джип и легковушка. Одна из машин не пропустила, а вторую на перекрестке. Водителя и пассажира одного из авто доставили в городскую больницу. ДТП произошло около двух часов дня. По предварительной версии, автомобиль «Лада» ехал по улице Аман-Ельды в сторону больницы. В этот момент на перекрестке с улицы Сейфулина выезжала «Тойота Прада» и не уступила дорогу. В результате столкновения легковушка влетела в джип. Водителя и пассажира «Лады» доставили в больницу. У обоих медики диагностировали сотрясение головного мозга. Причины и обстоятельства столкновения выясняются. В районе микрорайона Сабитова сбили мужчину. ДТП произошло вечером на улице Рыскулова. Авария случилась в 7.30 вечера. 45-летний житель города переходил дорогу на улице Рыскулова по пешеходному переходу, когда на него налетела киам. Пострадавшего доставили в центральную больницу. Сейчас он находится в отделении травматологии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, многочисленные гематомы, открытые переломы носа и пальца на руке. На лице имеются множественно ушибленные раны, открытый перелом носа. На сегодняшний день состояние больного остается средней степени тяжести. Имеются орбитальные гематомы с обеих сторон. Проходят дальнейшие обследования, компьютерную томографию, дополнительные обследования УЗИ и дополнительный анализ. В микрорайоне Конрад появились универсальный корт, детская игровая площадка и спортивные тренажеры. Подарки жителям презентовала компания «Сары Казна». Проект реализовали в рамках программы «Рухани Жангару». На открытии побывала наша съемочная группа. Первый же день новые качели и горки облюбовали маленькие жители микрорайона Конрад. В некогда разрушенном сквере компания «Сары Казна» установила уличные тренажеры и детскую площадку. На все оборудование по программе «Рухани Жангару» потратили почти 30 миллионов тенге. В этом году на микрорайоне Конрад установили такой комплекс спортивный. Мы начали вот этот проект, чтобы конрадцы могли играть в этой площадке. Универсальный спортивный корт опробовали футбольные команды. Первыми на поле вышли юношеские сборные «Горняк» и «Металлург». Дружеская встреча завершилась ничьей со счетом 4-4. Соперники достойны, играли хорошо. Первый гол в ворота противника забила наша команда. Последний мяч игроки «Металлурга» забили на последней минуте. Новое спортивное оборудование и площадка пришли с подуши школьникам Конрадто. Я рада, что у нас открылся корт. Я буду приходить сюда и каждый день вечером мы играем здесь. Мы каждый день вечером играем в футбол с друзьями. Команда у нас еще иногда открывается по-новому человеку. Мы рады, что здесь в клубе у нас в Конраде открылся корт. В Балхаше с начала года по программе «Рухани Жангыру» реализуется 16 проектов на сумму почти 90 миллионов тенге. Из них около 45 миллионов – спонсорские средства. Еще почти 17 миллионов тенге от неправительственных организаций. Аким Балхаша обсудил с работниками завода новое послание президента. Глава города остановился на основных направлениях документа. Александр Аглиуллин подробно объяснил заводчанам пункты послания и остановился на поставленных задачах. Главным приоритетом является повышение доходов и качества жизни населения. По поручению главы государства с 1 января размер минимальной заработной платы увеличится в полтора раза – до 42 тысяч тенге. Повышение коснется больше 16 тысяч балхашцев, работающих в разных отраслях. В 2019 году изменения ожидаются в налоговой системе. В Балхаше будут развивать туризм. На сегодняшний день в списке туристических объектов город стоит на 10 месте. Кроме того, в документе предусмотрена цифровизация производства. В новом послании президент отметил, что главное – это рост благосостояния и улучшение качества жизни каждого гражданина. В целом, послание является сутью новой социальной модернизации нашей республики. У каждого из нас есть уверенность в том, что он стоит на верном пути. В Балхаше откроют три IT-класса. Кабинеты в школах появятся в рамках проектов партии «Нуратан». Политсовет Балхашского филиала отчитался о работе за 2017 и 2018 годы. За два года в ряды партии вступили почти 700 человек. На сегодняшний день в городе насчитывается больше 12 тысяч нуратановцев. В рамках партийных проектов, направленных на развитие цифровой среды, в Балхаше планируют открыть три IT-класса на базе 8, 10 и 17 школ. По переходу на трехязычие в лагере «Жасканат» волонтеры обучали детей английскому языку. Такие уже уроки проводили и в летнем лагере на базе БГТК. В 2018 году в рамках поручения главы государства по модернизации партии разработаны новые инициативные проекты, касающиеся поддержки малого и среднего бизнеса, развития системы образования, а также реализации программ «Цифровой Казахстан», «Рухани-Жан-Ру» и модернизации партии. О проделанной работе отчитались первый заместитель председателя Балхашского филиала партии, руководитель депутатской фракции, представители госсектора и молодежного крыла Жасотан. На встрече избрали новый состав полицовета и делегатов на 30-ю карагандинскую областную партийную конференцию. На этом мы завершаем выпуск. Следующий смотрите в эфире завтра в 20.15. До свидания.